Сахарный диабет Нужно проговаривать, нужно напоминать, потому что сахарный диабет одно из часто встречаемых заболеваний, распространенных в мире до 6,5% встречается. У нас в Казахстане зарегистрировано около 2%, соответственно, около 4% пациентов, которые в благом неведении, ходят с повышенными сахарами, списывая усталость на рабочие моменты, на какие-то другие переживания и не связывая это с тем, что нужно пойти и проверить свой сахар. Также одной из причин является то, что сахарный диабет это хроническое заболевание, его невозможно вылечить как простуду, как грипп, фаренгит. С ним нужно жить всю жизнь и желательно жить с ним дружно, потому что насколько мы будем с ним в хорошей взаимосвязи с заболеванием, настолько мы можем профилактировать и избегать осложнений сахарного диабета. Также есть такая статистика, что сахарный диабет связан со значительным уменьшением продолжительности жизни. В среднем человек 50 лет с сахарным диабетом, не имеющий сердечно-сосудистых заболеваний, проживает в среднем меньше на 6 лет, чем человек без сахарного диабета. Также в настоящее время актуальны вопросы, связанные с профилактикой или же уменьшению тяжести протекания COVID-инфекции. Сахарный диабет активизирует процесс гликирования рецепторов АПФ-2. Это тот рецептор, который, наверное, уже все слышали, к которому и прикрепляется вирус ковида. Это связывание белка с глюкозой. Этот процесс гликирования улучшает процесс связывания, прикрепления вируса. Соответственно, человек с сахарным диабетом более подвержен встретиться с коронавирусом и подхватить, как говорят обычно, это вирусное заболевание. Глюкоза является также топливом для цитокинового шторма, о чем тоже мы наслышаны, к сожалению, за последние полтора года. И я думаю, что такая статистика тоже способствует тому, чтобы отнестись к вопросу по лечению, по профилактике осложнений сахарного диабета, которые звучали на крайних конгрессах, прошедших в апреле. Наиболее часто встречаемые сопутствующие заболевания, наблюдающие у умерших от ковид-инфекции, это сахарный диабет. Он встречается практически почти у каждого третьего пациента, которые умерли от ковида. Это 32%. В сравнении с другими заболеваниями, статистика такова, приводятся цифры, ИБС наблюдается в 27,2%, Хоббл в 17,8%, онкология 16,2%, инсульт 10,9%, то есть мы видим, что это значительно меньше. Большую часть только занимает артериальная гипертензия 69,37%, что практически очень часто встречается при сахарном диабете, они как бы рука об руку идут. Сахарный диабет и высокое давление. Также при сахарном диабете часто встречается рак печени, колоректальный рак, рак матки, поэтому все эти приведенные аргументы, я думаю, как бы заставляют нас вновь и вновь обращаться к теме сахарного диабета. Это именно в сфере, в призме того, как уменьшить нагрузку на организм, как уменьшить осложнение, ну и как прожить долгую жизнь с хорошим качеством жизни у пациента с сахарным диабетом. Также проходит еще один аргумент в пользу того, что проходят ежегодно международные конгрессы, в апреле прошли Московский съезд эндокринологов, следом прошла Алматинская школа эндокринолога 10 апреля, где общими усилиями лучших специалистов изыскивается, находится, вырабатывается лучшая схема лечения сахарного диабета и акцент делается уже не на то, чтобы просто снизить сахар крови, акцент делается на прогноз, на качество жизни и, как говорят специалисты, не глюкозоцентричные, а кардиоцентричные. То есть как отразится это лечение в долгосрочной перспективе на исключение или же уменьшение рисков различных сердечно-сосудистых катастроф, таких как наиболее чаще встречаемые, это нефатальные инфаркты, нефатальные инсульты, ну и другие заболевания. То есть как бы есть перспективы, есть хорошие препараты, есть современные инновационные препараты, которые делают революцию в лечении сахарного диабета. И это еще один аргумент, чтобы подойти, обсудить человеку с сахарным диабетом, что можно еще предпринять, какие подсылки сделать, предпосылки для того, чтобы воспользоваться этими препаратами, избежать осложнений. Так, теперь мы сделаем как? Мы построим беседу не просто как доклад по сахарному диабету, а ответ на ваши ранее поступившие вопросы. Сейчас я буду коротко зачитывать вопросы и по мере возможности стараться более полно ответить на них. Первый вопрос поступивший был, какие признаки характерны для сахарного диабета? Здесь вопрос вроде и простой, с другой стороны не очень простой, потому что именно характерных признаков чаще всего мы не встречаем. Такие как сухость и жажда, которые знает каждый, мы встречаем или уже на поздних стадиях, или вообще даже при высоких сахарах пациент может не замечать. Или же он не испытывает, или же действительно человек привык и думает, что это вот его норма такая, что часто мочится, часто пить воду, что во рту подсушивает, списывая на различные другие причины. Волнение, какие-то заболевания желудочного тракта или просто привычка, как все говорят, пейте воду, пейте воду. Может быть, вот таким образом. На что обратить внимание? На быструю утомляемость, снижение жизненной активности, снижение памяти, может быть, снижение веса. Снижение веса, кстати, может быть, тоже уже как запущенное, как бы, в случае, когда сахара уже высокие, тоже может быть. И в то же время набор веса также может встречаться при сахарном диабете. Ну, плохо заживающие раны, может быть. Также хотела обратить внимание, что у детей нужно обратить внимание на то, что ребенок стал чаще пить и даже ночью может проснуться, чтобы попить воды или сходить в туалет. Или вдруг повзрослевший ребенок вновь у него появился или впервые появился энурез ночное, недержание мочи. На полу возле горшочка, возле унитаза могут быть какие-то липкие пятнышки. Прилипать к коже у грудничков в подгузнике. К сожалению, встречаются и неонатальные сахарные диабеты у деток в первых шести месяцев жизни. То есть вот эти моменты лучше перепроверить, с доктором обсудить и решить этот вопрос, не запуская далее. Потому что при прогрессировании заболевания появляются такие симптомы, как кетоацидоз, комы. Это тоже может быть первым признаком заболевания, особенно у деток, которые не могут рассказать что-то, активно показать, что у них болит. Поэтому эти моменты, я думаю, нужно обратить внимание. Ну и в принципе, я думаю, по скринингу каждый человек приглашается на сдачу анализа на сахар. И наша задача не игнорировать, прийти, сделать эти анализы. Следующий вопрос, который поступил, пациентку волнует, как будет у ребеночка по сахарному диабету. Если у мужа сахарный диабет первого типа, что ожидать в будущем? Статистика такова. Риск развития сахарного диабета именно первого типа в течение жизни около 6%. 6% вроде как выше, чем в общей популяции, однако цифра небольшая. 6% если болеет сахарным диабетом именно первого типа отец ребенка. Около 2% если болеет мама сахарным диабетом именно первого типа. И если же болеют оба родителя, процент повышается до 30-35. Цифры, конечно, немножко пугают, но с другой стороны, при правильном подходе, и в принципе, можно минимизировать риски, это одно. Но второе, ну это не стопроцентно, что будет у ребенка сахарный диабет. И современные исследования доказали, что родители больные с сахарным диабетом абсолютно могут родить здорового ребеночка. Поэтому здесь нужна подготовка, обсуждение с генетиком и смотреть, какие данные именно у родителей по сахарному диабету. Далее вопрос идет частота измерения сахара. Вопрос очень правильный, очень правильный и современный. Потому что еще, если как бы сравнивать наше положение с цитатой Уинстона Черчилля, который говорил, кто владеет информацией, тот владеет миром. Если перефразировать, то можно сказать, кто владеет хорошим контролем за сахаром, тот владеет и сахарным диабетом, его развитием осложнений или неразвитием диабетом. То есть насколько часто мы меряем, насколько мы анализируем. Самое главное, не просто замерить, проколоть пальчик, записать тетрадку и принести доктору. Самое важное, это уметь научиться, уметь анализировать то, что мы получили. То есть сахар крови до еды, сахар крови через 2 часа после еды, у беременных через час после еды. То есть там есть много нюансов, и это нужно обязательно проходить на школе диабета. Что непонятно, лучше задавайте вопросы эндокринологу, потому что школа диабета пройдена давно, и она уже как бы в памяти немножко стерлись некоторые моменты, некоторые позабылись. Бывают разные ситуации, поэтому надо не стесняться обсуждать с доктором. Потому что я всегда говорю на приеме, я могу только увеличить дозировку препарата, вы же можете решить вопрос самостоятельно тут же на месте, если это не сложная проблема. Съели не тот продукт, или сочетание не тех продуктов, или же физически активно была не та, или там была простуда, подъем температуры. То есть вы уже самостоятельно можете решать такие вопросы. И в этом будет помощь, конечно, мониторинга сахара крови. Далее, упомянутые высшие конгрессы, московский конгресс, Алматинская школа эндокринологов, там неоднократно звучало и были несколько докладов, посвященные суточному мониторингу, даже не суточному, а длительному автоматическому мониторингу глюкозы в крови. Система называется флеш-мониторинг. Кому интересно, мы потом подробно можем это обговорить. Но принцип тот, что крепится датчик на кожу, обычно в область предплечья или же в область живота, с которым можно принимать душ, и устанавливается он на несколько дней. Отдельно датчик прилагается, с которого считываются все показания, которые поступают на этот датчик. Поэтому здесь очень важная информация идет, какие колебания. Самое важное, самое неблагоприятное на течение диабета оказывает и развитие осложнений, это большая вариабельность, то есть большие размахи сахара в течение суток. То есть бывает сахар падает до 3,9, бывает и даже ниже, бывает повышается до 10, 11, 12 и выше. То есть вот эти большие пики, как их называют, они наиболее пагубны на сосудистую стенку, на развитие диабетической нейропатии, ангиопатии, на осложнения. Все, которые можно перечислить сахарного диабета, они как бы в основе лежат вот эти пики. Потому что даже вот этот параметр, гликированный гемоглобин, который сейчас, я думаю, многие уже в курсе, что за параметр, он тоже не может отразить всю картину, всю вариабельность сахара в течение суток. Поэтому самое важное, больше информации, я думаю, что мы получим, если замеряем сахар крови дома самостоятельно и учимся его анализировать. Также обсуждался тот момент, что флеш-мониторинг не всем доступен. Где-то экономические вопросы, где-то там просто логистика, что-то этот приобрести аппарат. Приблизительно можно сметировать замером крови сахара в течение суток около 7 раз. То есть мы приблизительно можем получать. То есть до еды 3 раза и после еды 3 раза и перед сном. То есть вот такие параметры. И важный параметр, особенно когда высокий сахар по утрам, очень важно замерять сахар крови в 3 часа ночи. Для исключения гипогликемии, которая крайне нежелательна, особенно возрастным пациентам, у которых есть ишемическое болезнь сердца, артериальная гипертензия. Вот этот параметр очень-очень важен. Поэтому здесь как бы вопрос хороший, вопрос своевременный. И его нужно учиться, уметь делать. Далее по алгоритму лечения сахарного диабета, вот консенсумы, которые издаются ежегодно после конгрессов. В среднем статистические рекомендации таковы. В дебюте и при декомпенсации ежедневно мерить сахар несколько раз в день. Далее зависит от схемы лечения. На инсулине, если идет длинный и короткий, 4 раза и более ежедневно. На инсулиновых смесях 2 раза в день плюс 1 раз в неделю профиль гликемический. То есть 4-7 замеров в сутки. При приеме таблеток 1 раз в день в разное время и 1 раз в неделю профиль. Профиль гликемический делать нужно обязательно, особенно когда вышли из-под контроля сахара, когда меняете схему лечения, когда сопутствующие какие-то инфекционные заболевания или декомпенсация сердечно-сосудистой системы. То есть здесь мониторинг нужно усиливать и делать чаще. Ну и прозвучавший уже параметр гликированных гемоглобин как раз поступал вопрос, что пациент болеет уже некоторое время сахарным диабетом. И этот параметр он услышал впервые и задает вопрос, что это такое. Гликированная гемоглобин – это тот параметр, который отражает среднее содержание сахара за предшествующие 6 месяцев. Прошу прощения, 3 месяца. Я всегда на приеме привожу аналогию с четвертой. Мы все учились в школе, поэтому прекрасно помню, что такое четвертная оценка, то есть за четверть. Вот получили мы по-русскому 4,6, да, допустим, или 4, ну, в школе-то без запятых ставили, 4, допустим. То есть человек мог получать и тройки, и потом на пятерочке переправил, и получил в среднем 4. То же самое. Гликированный гемоглобин может показать, что сахар, в принципе, у пациента хороший, 7,0% или 6,5%, но мы за этими цифрами можем упустить, что там были, вот, возвращаясь к вопросу о мониторинге, контроле сахара сколько раз в день, именно вот эти моменты мы можем упустить. Поэтому эти позиции равнозначны, то есть они друг друга не заменяют. Обязательно делается и гликированный гемоглобин, и обязательно делается сахар крови в течение дня несколько раз. Определяется гликированный гемоглобин для диагностики сахарного диабета, для диагностики преддиабета, для контроля лечения. Правильно мы лечим, что нужно добавить, изменить, какие добавить препараты. И также, когда меняется схема лечения, мы находим подтверждение, правильно ли же мы делаем, или более интенсивно продолжить лечение. Этот параметр нам помогает вот в диагностике и лечении. Следующий вопрос, прозвучавший, это осложнение сахарного диабета. Ну, осложнение сахарного диабета бывает острое и ранее. Это, наверное, все знают, да, это комы, это кетоацидоз, лактатоцидоз, гиперосолярный и гипогликемический, когда сахар падает очень низко, да. Ну и здесь главное вовремя принять лечение и обратиться в медицинское учреждение. Уметь, кстати, диагностировать, это самое главное. То есть если это впервые, конечно, там человек может теряться, вызывает скорую и решает этот вопрос. Потому что, как говорилось выше, бывает такое, что диабет диагностирует, особенно первый тип, именно уже когда идет кома или прекома, кетоцидоз идет. И поздние осложнения сахарного диабета, они делятся на микрососудистые макрососудистые. То есть поражаются сначала мелкие сосуды, потом крупные сосуды поражаются. И почему надо диагностировать раны диабета, постоянно возвращаясь к этому вопросу? Потому что чем раньше мы диагностируем, тем меньше осложнений мы получаем. И чаще всего статистика такова, что когда пациент впервые пришел к доктору, и ему впервые ставится диагноз сахарного диабета, у него уже есть осложнение этого заболевания. То есть нейропатия, может быть ретинопатия, может даже атеросклероз сосудов истей. То есть вот такие заболевания уже могут встречаться на этапе, когда человек только впервые пришел к эндокринологу или к врачу к учебу трактики, ему ставится диагноз сахарный диабет. Возвращаясь к микрососудистым осложнениям, это осложнение на глазном дне ретинопатия, осложнение сосудов почек, нефропатия, которая сопровождается снижением скорости клубочковой фильтрации и чревато в последующем при отсутствии лечения, контроля, развития почечной недостаточности. Сами, может быть, наблюдали, что у нас в принципе диагнозных центров и по городу Кустаная встречается как бы ни один, ни два. Далее. Макрососудистые осложнения — это уже сосуды артерии нижних конечных, коронарные сосуды, сосуды головного мозга, и, соответственно, там клиника будет соответственно тому, какой орган поражается. Но бывают вот эти изменения, приводят к тому, что нарушается слух, снижается зрение, память. У мужчин бывает эректильная дисфункция, импотенция. Ну, как бы завершить вопрос по осложнениям хочется все-таки на оптимистической ноте, что все-таки с развитием, как бы, ну, если сказать, медицины, развитием, изобретением новых инсулинов, современных препаратов, мы все реже-реже как-то сталкиваемся с тем, что бывают комы. Ну, возможно, наверное, реже, по крайней мере, мы на приеме видим гангрены, ампутации. Хотя они встречаются, есть, но как бы не столь часто, наверное, как ранее. Может, я не права, может, сосудистые хирурги меня поправят. Далее. Поэтому, чтобы не получать эти осложнения, пожалуйста, еще раз призываю к тому, чтобы контроль сахара, о чем мы говорили, контроль загликированным, контроль обязательно не забудьте за холестерином, именно липопротеиды низкой плотности. Крайне важны эти параметры. Ну, и также давление. Давление должно быть не выше 130, в некоторых случаях 140 на 80-90 мм тутного столба. Поэтому вот эти параметры будут помогать нам избежать, потому что сейчас продолжительность жизни людей выросла. Пациентов, живущих с сахарным диабетом, продолжительность жизни, на мой взгляд, тоже выше, чем было ранее. И мы можем работать над этим вопросом. Есть хорошие препараты, и поэтому давайте совместно работать над этим вопросом. Так, следующий вопрос. Сахарный диабет. Слушателю поставили сахарный диабет первого типа, назначили инсулин, и прозвучала фраза, что инсулин теперь навсегда. Этот постулат, эта рекомендация немножко смущает, наверное, не немножко, наверное, много. Доставляет переживаний, когда впервые слышит человек этот диагноз и это назначение. И задает вопрос, есть ли другие способы лечения. Ну, давайте сначала обсудим, что такое сахарный диабет, коротко. Сахарный диабет – это когда поджелудочная железа полностью не вырабатывает инсулин. Если при втором типе частично или какая-то часть еще вырабатывает инсулин в каком-то объеме процентном, первый тип – это полное отсутствие выработки инсулина. Инсулин, на самом деле, это очень важный гормон. Чуть позже я немножко историю расскажу по инсулину. Но вот другого органа, который вырабатывал инсулин, к сожалению, в организме нет. Только поджелудочная железа и той частью вырабатывает инсулин. Поэтому кто-то за этот орган выработать инсулин нету такого. Я думаю, что если сравнить, то инсулин в нашем организме выполняет роль энергии или поступление энергии. Когда нет инсулина, сразу прекращается питание, и в первую очередь страдает головной мозг, потому что глюкоза поступает туда большей частью, и работа головного мозга напрямую связана с поступлением глюкозы головного мозга. Жировая ткань пытается немножко взять на себя функции поставки энергии в нее. Получается-то плохо. Там попутно идет еще выработка ацетона. И то, что мы называем кетоацидоз, это и есть вот такая вот история. Не очень хорошая. Но ситуацию можно исправить, если вводится инсулин. И в принципе в Казахстане у нас пациенты получают самые современные инновационные инсулины, удобных шприц-ручках. Детки получают инсулиновые пробы, помпы. Поэтому здесь как бы, ну может быть, как-то смягчит эту новость, вот эти данные. И такой момент еще. Инсулин, вот сколько я работаю, всегда что-то пытались какую-то другую форму поступления инсулина разработать. Но пока таких масштабных внедрений пока нет. Пробовали инготриционный, но там некоторые моменты еще в процессе доработки. И пароральные формы, то есть в виде таблеток или еще капсул, он невозможен, потому что этот белок, он распадается, инактивируется желудочным соком, и эффекта он никакого не дает. Ну и в этом году отмечается 100-летие открытия инсулина. Хотя сахарный диабет был еще издревле знаком, но научились его лечить только в 1921 году, за что ученые получили Нобелевскую премию. И открытие инсулина считается одним из прорывных открытий, прорывов науки 20 века. Потому что, хотя инсулин не является лекарством от диабета, но он лечит диабет. И поэтому, благодаря открытию инсулина, люди стали жить долго, и сахарный диабет перестал быть приговором. Я думаю, может быть, эта информация немножко смягчит, и будем надеяться, что, возможно, ученые придумают какие-то другие, более удобные для вас формы. Далее. Вопрос прозвучал сахарный диабет и беременность. Здесь я сразу скажу, что любая женщина с сахарным диабетом имеет право на рождение малыша. Но для того, чтобы и мамочка была здорова, и ребеночек был здоров, здесь нужно обязательно заблаговременно, намного ранее подойти к эндокринологу, обсудить все моменты. Потому что там есть определенные анализы, определенная подготовка, определение, возможно ли у этой женщины наступление беременности, вынашивание здорового ребенка, и отсутствие каких-то ситуаций нежелательных в беременности, в родах, и чтобы и женщина была здоровая, и во время беременности, и после родов, и кормления, и ребенок родился здоровым. То есть вся цель должна быть посвящена именно рождению здорового ребенка и здоровью мамочки. Для этого обязательно я очень сильно призываю женщин обращаться заранее. Раньше, чем 3-4 месяца, это однозначно. Не приходите к эндокринологу уже с беременностью, и с беременностью больших сроков. То есть здесь мы как бы мало что-то можем решить. Если прийти пораньше, то я думаю, что здесь больше шансов получить желаемый результат. Все нюансы надо обсуждать именно с женщиной, которая будет планировать беременностью, потому что там много нюансов, которые нужно конкретно с ней обсуждать. Далее. Поступил вопрос, что такое аналог инсулина. Опять-таки, возвращаясь к эпосу по инсулину, хочу сказать, что инсулины и вообще все сахароснижающие препараты совершенствуются и приобретают все лучшие функциональные свойства и тоже относятся к аналогам инсулина. Если раньше были, еще мы помним, бычи, человечьи, свиные инсулины, то сейчас получают инсулины геномодифицированные, геноинженерные инсулины, которые обладают теми именно заданными качествами, которые необходимы для лечения, для хорошего лечения сахарного диабета, и чтобы пациенту было удобно. То есть если пациент пришел на обед, он уколол инсулин и тут же мог принять пищу и не ждать 30 минут. И ему не надо будет делать перекусы через 2 часа обязательно при коротких инсулинах, при аналоговых, ультракоротких. То есть он может прийти, тут же уколоть, замерить сахар, уколоть, покушал. И в принципе ему облегчается его жизнь, ему не нужно подстраиваться по всей нюансе. То же самое по аналогам длительного действия инсулина. Они длительные, они беспиковые, они лишены тех моментов, которые затрудняли лечение сахарного диабета, и поэтому я считаю, что аналоговые инсулины – это благо, это хороший контроль за сахаром и более прогнозируемый результат. И эндокринологу легче работать с ним. И пациенту удобно жить с этим инсулином и не менять резко свой образ жизни. Есть сейчас даже аналоговые инсулины, которые действуют еще больше по времени, чем известный лантус. Если люди в курсе, то знают, что длинный инсулин, лантус, то тресиба, он действует еще более длительно и удобен для пациентов, которые могут по работе менять часовые пояса, перемещаться на 12 часов назад, на 12 часов вперед. То есть он вполне может дистанцию выдерживать до 8 часов, сделать позже, раньше, в зависимости от того, чтобы ему ночью в самолете не надо было совершать какие-то лишние инъекции и еще как-то менять свой образ жизни. Далее, следующий вопрос. Можно ли вылечить сахарный диабет навсегда? Слово навсегда встречается уже не первый раз, и это, наверное, мечта всех. Но давайте думать, что медицина идет, наука вперед, не останавливается. Я вот даже по тем годам, что я работаю, я вижу, что меняются препараты и в лучшую сторону. Поэтому будем думать, что может быть что-то будет хорошее. Однако при разговоре о сахарном диабетом первого типа здесь крайне осторожно. Пока даже в ближайшем времени сказать, что однозначно, что мы вылечим сахарный диабет, ну, пока у меня нету таких данных, чтобы заявлять это. Но, возможно, что-то, я не знаю, может быть, где-то есть, потому что и пересадка органов, возможно, и клеточная какая-то, может быть, терапия, стволовые клетки. Может быть, что-то дождемся уже такого инновационного лечения, которое войдет в широкие массы. И мы будем уже вспоминать с улыбкой на лице вот эти наши заявления. Что касаемо сахарного диабета, здесь более лучший прогноз, но я бы не сказала из лечения. Здесь вот в плане того, что мы достигаем хороших сахаров, стабильного течения, что практически нету осложнений или минимальные. И одно из современных, то, что хотелось отметить, это появление инновационных препаратов, таких как агонисты глюкогон-подобного пептида. Это как бы сложновато для слуха непосвященного, но я все равно и скажу, потому что они достойны того, чтобы их назвать. И ингибиторы HGLT-агонистов, то есть те препараты, которые действительно делают революцию в лечении сахарного диабета. Ну и еще коснусь, ну многие, наверное, уже заметили, потому что получают по своим поликлиникам, по бюджету препараты такие, как Джординс, Форсига, Инвакана, они вас на слуху, Виктоза, Трулисити, то есть как бы знают и сразу, я думаю, что с улыбкой встретят эти препараты, потому что позволяют и снизить дозу инсулина, и даже на сердечно-сосудистую систему они действуют положительно, и давление снижается, отеки уходят, сердечная недостаточность минимизируется, кардиологи любят эти препараты, как бы положительно воздействуют. Далее отмечу новое, что нужно отметить, на мой взгляд, это накоплен уже большой опыт по лечению ожирения у пациентов с сахарным диабетом в том числе, потому что вес и течение сахарного диабета, они как бы друг друга подпитывают, отрицательный дают баланс. Лечение бариатрических, проведение бариатрических операций уже и опыт хороший накоплен, и статистика хорошая. Так консервативная терапия ожирения просто без бариатрической операции дает 5-10%, и к тому же из этих 10% 60% пациентов не могут удержать сниженную массу в течение 5 лет, то есть она возвращается. После бариатрических операций снижение идет и веса, и более стабильно, и она не возвращается. И что нам нужно еще от этой операции? Это снижение дозы сахароснижающих препаратов на 20% и более отмечается. Идет существенное улучшение по сахарам. Снижение гликированного гемоглобина. В принципе, можно сказать, достижение частичной или полной ремиссии. Это зависит от сопутствующих заболеваний и от того, какой диабет был перед операцией. Так что это, я думаю, перспективное направление. Однако не стоит забывать, что вот я пополнею, и потом схожу на операцию. Любая операция чревата своими нюансами, поэтому там нужен контроль за аминокислотным, витаминным балансом и другие моменты. Так что лучше не доводить до таких радикальных мер. Поэтому следить за весом, за питанием, объемом талии нужно всегда. Хирурги не всегда могут помочь в этом деле. Лучше как бы консервативно обойтись. Далее, критерии эффективности лечения. Ну и тут отвечу коротко. Критерии эффективности – это когда у человека хорошее самочувствие, хорошая работоспособность, память, мышление. То есть то, что у человека делает хомо-сапиенс. Он может работать, логически мыслить, запоминать, действовать. У него нет осложнений, у него по возможности низкие риски инфарктов, инсультов. У него хорошие сосуды. Мы сейчас сможем увидеть сосуды, какие там бляшки, какое сужение сосудов. Много можем увидеть, поэтому давайте уже будем за хорошей диагностикой идти с хорошими анализами тоже в том числе. Ну я думаю, да, вопрос как бы сам по себе можно ответить и долго, но я думаю, что вот это как бы дает понять, что отсутствие осложнений и есть наша цель и критерий эффективности. Ну вопрос, зачем нужна физическая активность? Я приведу пример. Вот у меня пациент пришел и говорит, вот я делал гликемический контроль, вы говорите, надо ходить. А я, говорит, как бы вроде бы хожу. А когда я увидел, что вот сахар крови после ужина поднялся, а я пошел на улицу, снег покидал, а смотрю, у меня сахар-то уже пришел в норму, сам по себе, без таблеток, без уколов. Поэтому мышечная работа, она усиливает освоение глюкозы, улучшается кислородный обмен, улучшается работа сердца. Ну в принципе, я думаю, что физическая активность, вы просто попробуйте замерить сахара после физической нагрузки и посмотрите, как у вас будет улучшаться это состояние. Следующий вопрос. Ну такой вот он короткий и немножко такой звучит немножко жестко. Правда ли, что все пациенты потеряют зрение? Ну я отвечу, что нет. Все пациенты не потеряют зрение. И это не та история, которая обязательно случится. Да, у пациентов с сахарным диабетом очень часто встречается снижение зрения. У них развивается диабетическая ретинопатия у некоторых, макулопатия и так далее. Но однако, это ситуация управляемая, большей частью. И мы должны, мы умеем решать эти вопросы. Главное идти к эндокринологу, идти к окулисту. У окулистов в арсенале есть очень современные, также инновационные препараты, которые отстраняют, отдаляют потерю зрения, сохраняют зрение. Поэтому, пожалуйста, следите за сахарами, что в ваших силах до и после еды. Смотрите за холестерином, это тоже важно для зрения, очень важно за давлением, потому что подъемы давления резкие, внезапные, тоже могут давать кровоизлияние на сетчатке. Лопаются сосуды, они хрупкие, они растянутые, микроэнервизмы бывают. Поэтому, если мы делаем хорошие сосуды, следя за сахаром, за холестерином, за давлением, мы будем много-много помогать своему зрению, сохранению. Следующий вопрос, и вопрос будет у меня крайний. Что влияет на развитие сахарного диабета? Давайте я сначала сразу же скажу, кому нужно более внимательно быть. То есть те пациенты, особенно женщины, у которых были крупные детки, то есть 4 килограмма и более, у кого в период беременности ставили диагноз гестационный сахарный диабет, сами детки, которые родились, крупные, более 4 килограмм, у кого наследственность отягощена, особенно в первой линии, у кого есть эндокринные заболевания, акромегалия, гипотириоз и другие, ранняя менопауза до 40 лет. Вот эти пациенты, они должны проверять более тщательно сахар, проводится им глюкозотолерантный тест в определенных случаях. Ну и в принципе, я думаю, любой пациент старше 40 лет, кому-то и ранее, и у кого есть особенно ожирение по типу яблока, то есть объем талии большой, им всем нужно быть как бы настороже и делать активную профилактику, следить за правильным питанием, правильным движением, за своим весом. То есть сейчас жизнь современная, и даже день, два, три больничного листа выбивает из колеи, мы теряем какие-то приоритеты, свой темп жизни, поэтому я думаю, что не стоит того, чтобы терять качество жизни. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к своему врачу общей практики, ну и о все остальное в ваших руках. Спасибо большое, Анагимария Ивановна. Действительно, такая интересная очень информация от вас, которая была дана нам в доступной форме. Я думаю, многие наши подписчики смогли теперь разобраться в вопросах сахарного диабета и взяли для себя на заметку некоторые моменты. Смотрите, в ходе прямого эфира к нам поступило еще несколько вопросов. У нас как раз есть время на них ответить. Первый вопрос звучит так. Какие анализы можно сдать, если вес увеличивается? При этом гормон Т4 в норме, ТТГ уменьшается. Смотрите, здесь какая ситуация. Не видя пациента, я могу отвечать только общими какими-то рекомендациями. Поэтому в данном случае нужно понаблюдать, насколько снижен ТТГ. 0,01 и ниже, или же он чуть ниже от нижней границы нормы. Какие цифры свободны? Здесь многие нюансы играют роль. То есть, если там действительно подозрение на теретоксикоз, то там определенные есть дообследования. Если там незначительно, мы просто контролируем и смотрим через время. И обязательно смотрится сам пациент, какой у него объективный статус и какие у него жалобы. Что касаемо вопроса по ожирению, здесь вопросы очень объемные. Здесь нужно смотреть возраст, пол, какие беременности, какой вес плода при рождении, менструальный цикл. То есть, здесь полностью смотрится, объем талии смотрится, по какому типу ожирения. Здесь многие моменты, на следственное смотрится. Поэтому подразумевает прием первичный специалиста, чтобы посмотреть все нюансы и определиться все-таки, в какую дверь нам пойти. Потому что, если мы смотрим, не видя пациента, мы можем написать, в принципе, перечень от А до Я. Когда мы смотрим уже конкретного человека, то мы можем определиться более конкретно, что мы хотим исключить или подтвердить, тогда как бы и пациенту легче, и не затратно проходить много ненужных обследований. Ну и доктор как бы определится, что там нужно будет более конкретно посмотреть. То есть все-таки лучше обратиться к врачу, прийти на прием. Обязательно. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос звучит следующим образом. Что значит инсулинорезистентность, для чего ее нужно контролировать? Ну, у нас прямой эфир, поэтому я буду говорить более простыми словами. Инсулинорезистентность – это ткани не чувствует инсулин. Вот он есть в крови, поджелудочная выработала, пришла она, а не работает этот инсулин, не чувствует ткани. И эта ситуация развивается чаще всего при ожирении, при полиокистозе яичников. И вот эта ситуация провоцирует к тому, что поджелудочная железа приходит в гиперактивную функцию. То есть она вырабатывает инсулина больше, чем положено. Может быть, кто-то сдавал анализ на инсулины, говорит, у доктора, у меня очень высокий инсулин. Вот это и есть нечувствительность ткани к инсулину. И эта ситуация обязательно должна контролироваться, обязательно должна разбираться и приводить в норму, потому что это приводит к истощению поджелудочной железы и в конечном счете может привести к развитию сахарного диабета. Третий вопрос. Возможно ли вылечить зоб второй степени? Сейчас мы все более детализируем диагностику. Мы смотрим просто зоб, без узлов, без ничего. Если это обычный коллоидный зоб, то в принципе нужно смотреть, какой возраст пациента, его жалобы, сдавливает, не сдавливает. И раньше была классификация по Николаю, я думаю, что вот эта вторая степень, я думаю, что по классификации ВОЗ, потому что мы уже только по ней работаем. Если она не приводит к нарушению функции, если она не сдавливает органы, которые расположены в области шеи, трахею, пищевод, пища проходит, тембр голоса не меняется, то в принципе мы можем, если возраст молодой, насыщаем препараты йода. Край редко назначались параллельно препараты левотироксина, но нужно смотреть пациента. И да, бывают случаи, когда он был большой, стал меньше объем. Смотря как он беспокоит, какое беспокойство доставляет пациенту. Возможно ли ответить на следующий вопрос? Аутоиммунный тероидит хашимотом. Возможно ли при таком диагнозе ставить прививку от ковид? Вопрос. Я не встречала пока в рекомендациях, что хашимота является противопоказанием к прививке. Пока таких рекомендаций я не встречала. Если он не сопровождается гипотириозом, или гипотириоз в компенсированной форме, то есть человек пьет лтероксины, ТТГ в норме, то, я думаю, наверное, не будет противопоказания. Пока четких таких медотводов по хашимоту я не встречала. Спасибо большое. На данный момент на все вопросы, которые поступили до эфира, во время эфира мы ответили. Я думаю, тему мы раскрыли максимально полно. Большое спасибо вам, Илья Мария Звановна, за то, что вы уделили время и ответили на все актуальные вопросы. До новых встреч! До новых встреч!